Итак, второй способ, как закинуть процедуру массажа. Вот мы проработали, сбросили энергетику и можете дополнительно накрыть человека, проявив о нем заботу, возложить руки примерно на поясницу и там в обыке сердца. Попросите расслабиться, руки светить вниз, вдоль тела, чтобы полностью было свободное тело. Начинаем его раскачивать в противофазе, потихонечку замедляясь, входим с ним в некоторый энергетический контакт, ну мы все, в некоторой степени их космоэнергеты, биоэнергетика у нас есть, ее никто не отменял, она уже работает, можно на расстоянии руки держать и это чувствовать, не касаясь человека. тогда потихонечку я так ослабляю хватку, что практически его не касаюсь. И предупреждаем или говорим ему такие сакраментальные фразы, что вы молодец, мы выдержали такие серьезные процедуры, сейчас вам самое главное покой и спокойствие. Если вы находитесь, например, дома или в кафонских условиях, чтобы человек отдохнул, после массажа нужно 5-10-15 минут полежать, отдохнуть, прийти в себя, чтобы кровь утихомелилась. И постарайтесь это состояние, мы сейчас вас полечили, настроили организм, посправили косточки, энергетически зарядили, успокоили, взбодрили, ну все, что мы с ним проделали, можете это дополнительно ему проговорить, чтобы он чувствовал ценность вашей процедуры. Не ту цену, которую он отдал, ему может быть что-то жалко, а что ценность, которую вы ему дали, она гораздо больше. Вы бережно его предупреждаете и теперь вот эту всю ценность, вот это все, что ты получил, это состояние попробовать сейчас прочувствовать, сохранить в себе, сберечь его, как будто бы вот через сито нанесем, чтобы вот эта вот драгоценность, она не вытекла туда, да, с таким ощущением уходите с этой процедуры, берегите себя как можно дольше, будьте здоровы, мягкая человек, может даже чуть-чуть поспать, да, а в следующем видеоролике я покажу еще один способ, как зафиналить процедуру массажа.